друзья привет пользуясь случаем что у нас теперь есть конь мы не теряем ни минуты и сегодня наш путь куда и русалим мы там уже были ложек у нас уже был но это было с экскурсией сегодня мы мы приехали в иерусалим сейчас самое главное запомнить где мы оставили машину потому что идти мы будем пешком и я буду показывать вам все красоты в общем мы гуляем и сразу хочу отметить что иерусалим кардинально отличается от других городов своей архитектурой что я имею ввиду я имею ввиду что даже новые дома строятся в таком очень аутентичном стиле с отделкой под старину сейчас я вам покажу если вам видно то все дома отделаны камнем такое ощущение что они построены очень давно сейчас самое главное не влюбиться в тель-авив иерусалим очень-очень милый и уютный городочек виктор что скажешь мы здесь где-то в центре офисных каких-то делов тут вот а тут видимо какие-то еще отсюда надо наверно одеть эту хрень то поди знать поди знать тут сейчас мы вам покажем демонстрацию остатки демонстрации и да сейчас так смотрите вот тут народ активно протестует сегодня ошибаться против правительства давшим от не протестуют но в принципе здесь все происходит вот майдан и иерусалимский для меня конечно это было большим открытием но оказывается иерусалим больше тель-авива и население в два раза больше просто он ощущается таким маленьким таким красивым тут все так компактно и и поэтому кажется что это маленький город но нет сейчас увидим кое-что интересное сегодня наверное самый первый день когда можно сказать да наступила осень и это как-то чувствуется потому что сколько 16 градусов температура я даже утеплилась сегодня и очень необычно потому что кажется что все время будет жара жара и вот она плюс 16 сейчас я вам покажу как здесь красиво и даже листики какие-то опали полное ощущение осенью вот там скорее всего какой-то большой торговый центр потому что магазины вы вывески но сегодня шаббат посмотрите как тихо и красиво по осеннему вот уже впереди виднеется стены старого города и да мы идем старый город идем напитаться этой волшебной стариной ну и вообще как вы поняли мы любим все такое древненько да витка ты бложишь сегодня блогер блогер я не блогер семье должен быть один блогер это вот так вот так Это я из какой части? Из какого континента я вылезла сейчас? Обнимаешь Африку. Африку? Да. Так, давай еще что-нибудь объедимем. Ху-ху, ху-ху. Слушай, так прикольно. Может быть тут какой-то... Африка здесь. Азия. Вот Европа. Ну и вот центр мира Иерусалима. Центр. Здесь такой звук прикольный, объемный. Надо загадать какое-то срочное желание. Угу. Я сегодня в серо-белом. Как тебе мой лучок? По в серо-белом, в серо-красном. Аплодисменты. Аплодисменты. Верно. Аплодисменты. Аплодисменты. и этот человек говорит что он не блогер вы нет не блогер виктор фотография на память просто фото карточка на фото карточка на память фейсбучек раз улетит и останется навсегда несмотря на выходной день людей очень много да прям смотри есть и туристы может быть о миштара есть впереди надо срочно уши карница как говорится эти там какая . мы уже нашли фалафель на если что на обратном пути потому что тяга к фалафелю не исчезает а там куча полиции поэтому вот так и сейчас я вам покажу старину камали а это very expensive ты знаешь как сказать на улице золь это дешевый и карт дорогой в магазинчик с ковриками в общем все как везде интересно тоже все в китае изготавливается мне так нравится когда тут все вместе и кресты и и крест тут же тебе минара все нормально виктор зложе как я уже говорила это очень древняя мостовая делали и итальянцы и тысячи лет назад даже две с половиной ну что мы идем нравится мне этот колорит стоит такой парнишка продавец и так скромно по-русски как дела ну как тебя надежды что я сейчас сброшусь в его магазин все покупать уже тут нормально магазина сегодня открыто да стривер блюдики видимо это такой маркетинговый ход когда они горят на русском туристы падают в шоке и начинают все покупаете да да я массивно рога и копыта бокер тофу мы уже на месте практически какие-то шкурки а а а а а и а а Я как красная шапочка У меня красная кофточка Красная сумочка Красные ботиночки Еще у меня есть чехольчик для очков красный Ну, в общем, как в анекдоте Девочка, девочка, ты дурочка? Нет, я красная шапочка Почему ты красная шапочка? Потому что у меня красная шапочка Красная полетушка Красная сумочка И вправду, как будет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...